22 июня 1941 года навсегда останется в истории, как начало самой кровопролитной из войн. 71 год прошел с того памятного и трагического дня, когда на мирные города и села нашей родины обрушились немецкие войска. Но фашисты встретили яростное сопротивление. На борьбу с захватчиками встала вся страна, от мала до велика. Более 9 тысяч губкинцев погибли на фронтах войны смертью храбрых. Их память перешли поочтить к вечному огню должностные лица администрации губкинского городского округа, ветераны войны, а также молодежь. К сожалению, с каждым годом все меньше остается тех, кто может рассказать нам о суровом героическом времени. 22 июня для современной молодежи не просто историческая дата, отметил глава администрации губкинского городского округа Анатолий Кретов. Для нас это прежде всего великий подвиг советского народа, подвиг наших дедов и прадедов, сказал Анатолий Алексеевич. Ни одна страна не ощутила на себе такой чудовищной тяжести потерь и лишений, какие довелось вынести нашей Родине. На нашей земле происходили все решающие битвы Второй мировой войны. Три четверти всех потерь нацистская армия понесла на Восточном фронте. Это исторические факты. И напрасные старания некоторых летописцев, пытающихся переписать историю, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. В этот день звучали очень трогательные слова памяти героям, которые не вернулись с той страшной войны. Слова благодарности нашим дедам и прадедам звучали из уст каждого присутствующего. С цветами в руках и грустью на лице губкинцы вспоминали этот страшный день. 22 июня 1941 года. Кто не помнит прошлого, не может жить в настоящем, а будущего просто нет. Вечная память павшим и многие годы жизни живым. Минуты молчания почтили присутствующую память погибших героев. Председатель городского совета ветеранов Анатолий Желенков в своем выступлении отметил, что пока мы живы, значит и жива память о невернувшихся бойцах с Великой Отечественной войны. По окончанию траурного мероприятия участники митинга возложили цветы к подножию мемориала, а затем благочины губкинского округа Евгений Сапсай совершил траурную панихиду по погибшим.